доброе утро доброе утро дорогие друзья всем доброе утро из иерусалима значит сегодня у нас урока сегодня у нас урок значит вот для поднятия души для поднятия души папы нашего очень значит сейчас секунду перед майданом перед майданом у нас был урок тары как раз он только тогда начинался и там был борислав береза один из участников урока который потом стал депутатом после урока в тары вот он после майдана стал депутатом и ушел на прошлой неделе его папа которого звали ефим бен аврум и фильм бен аврум и чтобы это было для поднятия души на сегодняшний урок ефима бен аврума чтобы его душа поднялась и была связана со всеми как говорится вот родители конечно это очень важный вопрос жизни человека когда у меня сейчас у отца 90 лет он мне сейчас звонил каждый звонок переживаешь что же что же такое все эти когда 89 лет это это сложный возраст до сложный возраст уже 89 лет хорошо все друзья баруха тату 0 было холодом шаку не бедро и так значит мы продолжаем изучать тору тора дает нам знание силу понимания что и как делать потому что принципе человек в этом мире он все время находится в вопросе что делать и если у него вопроса нет значит у него есть какая-то или сильное желание или какая-то проблема он сейчас не занят вопросом что делать потому что человек двигается по этому миру все время влеком и какими-то какими-то побудительными моментами да и что делать как действовать как принять решение самое главное значит отличие человека от всех остальных созданий в этом мире что у человека есть свобода выбора и он постоянно решает вообще у него настолько обширный выбор каким быть что делать чем заниматься когда ты делаешь например если кошка сделала какой-то поступок кошка вряд ли обдумывает потом правильно ли я поступила или неправильно то есть и правильно по какой системе вот если я сделала то что меня то что я хотела я правильно поступила или неправильно а человек он все время думает вот я сделал то что хотел правильно я поступил или неправильно и я вот не знаю кошки обижаются на друг на друга или не обижаются но люди очень обижаются друг на друга потому что они оценивают не только свои поступки но и поступки окружающих людей и в этой оценке человек вот это есть как раз то что делает человека чек накладывает смысловые различные смысловые описания такие да это значит а вот как я что это значит если так как я должен реагировать то есть это то что отличает человека поэтому поэтому мы изучаем тору вот меня сейчас соседи они решили расширять свои свои жилищные условия сосед у меня копает слышите как копает копает он и копает копает и копает если он хочет улучшить свои жилищные условия но пока месть он он вообще не не живет даже дома потому что потому что ну когда так копают тяжело жить дома хорошо друзья все мы возвращаемся к изучению торы тора не меняется уже три тысячи триста тридцать три года назад была дарована тора и мы в торе как раз сегодня находимся в день который называется 6 число месяца хишван и мы сейчас читаем в третий день недели и третий день недели мы читаем как раз третий отрывок из недельной главы лех леха и мы читаем историю которая произошла 4000 лет назад 4000 лет назад примерно авраам про отец авраам после того как он пришел по слову бога он вышел из своего дома из своей страны и пошел в землю которую бог ему обещал обещал в наследие ему его потомка а потом кого него не было у авраама он был бездетный и жена его была бездетная и они знали о том что они бездетные но бог ему пообещал что у тебя будет потомство и вот выходит авраам бездетные сара бездетная приходят землю израиля она еще не называлась тогда земля Израиля. Ее населяют дети и абсолютно люди. Эти дети и люди вообще не про Бога слышать вообще не хотят. Потому что дети и люди, зачем им про Бога слышать? Они идолопоклонники. Тут начинается голод. Авраам из-за голода идет в страну, в которой жили мади. Это древний Египет. Там в древнем Египте Сару забирает фараон. И после того, как Бог делает чудеса, и фараон заболевает резко по слову Сары. И Сара вот говорит, например, язва. И на него язва. Говорит, значит, что парализовала его. Парализовала. И фараон понимает, что в них есть, в Аврааме и в Саре есть огромная сила. Большая сила, чем вся мадия, которой владел фараон. И они реально владели Авраам и Сара, так как они были соединены с Богом, а Бог создатель всего, творец мироздания. То они были соединены с этой бесконечной силой Всевышнего. И фараон отдал им очень большого богатства. Дал свою дочку Агарь, египетскую принцессу. Дал ее, сказал, что вот забирайте, пусть она будет рабыня в вашем доме, пусть у вас учится. И, значит, Авраам возвращается с этим большим богатством, возвращается обратно в землю Израиля. И вместе с ним его племянник Лот, который идет с ним. И вот мы дальше читаем, что было дальше. Значит, и так же у Лота, который шел с Авраамом, было много скота, и были у него шатры. То есть Лот тоже разбогател. Говорит нам Раша, комментатор, что почему Лот разбогател, потому что он был рядом с Авраамом. То есть это такой закон есть в Торе. Очень, очень этот закон, ну, его надо знать тем, кто занимается бизнесом, и вообще всем занимается, что та, с кем поведешься, от того и наберешься. И когда, получается, Лот присоединился к великому Аврааму, то он от Авраама набрался тоже вот этого величия, включая богатство. Значит, и когда они пришли, у них было очень много имущества, вернулись они в землю Израиля, уже эти местные дал поклонники смотрели на них с уважением, да, потому что так принято было с древности, что если у человека есть деньги, если у человека есть влияние, власть, то его слова воспринимаются как какая-то истина, да. И это очень интересно, да. Шалом, здравствуйте, Васильевна. Это очень интересная такая вещь, что я читал когда-то такую фразу, что если человек, там, например, какой-то древний властитель, да, он проиграл в войне, так он никто. А если он такой же убийца, там, вообще, Александр Македонский, да, Мукдон, он же был убийца, страшный человек, но он победил во всех своих войнах. Его назвали Александр Велитий, и Велитий, вот он считается, почему он Александр Велитий, я слышал когда-то про него одну лекцию, так, который я читал, он говорит, Александр Македонский, он Велитий дурак, просто слово дурак пропустили. Велитий негодяй, дурак, это больше подходит к нему, чем Велитий. Ну, потому что он убийца, который приходил вообще в непонятные вокруг страны, просто грабил их, убивал, и все, и в чем величие, ну, такого человека, который ограбил весь мир, разве называемый грабителя великим? Такая была интересная лекция. Теперь, в общем, одно. Мы знаем, что с древности тот, кто обладал влиянием, деньгами, он являлся как будто бы для людей источником истины, да, как в Америке говорят, если ты такой умный, почему ты бедный? То есть, и мы видим, что в восприятии людей, в менталитете людей связаны вот эти два аспекта богатства и ум. Поэтому Авраам, который был великий пророк Всевышнего, Всевышний специально привел его в Египет, чтобы дать ему большое богатство, чтобы его слова были более услышаны. И Авраам, пророк Авраам, он вернулся обратно, и с ним вместе Лот. И тут дальше, смотрите, но у богатства есть аспект, о котором сказали мудрецы, марбе нехаси, марбе даага, умножаешь имущество, умножаешь заботу. И когда они вернулись с большим имуществом, седьмой отрывок здесь звучит так. И была ссора между пастухами Авраама и между пастухами Лота. Значит, была между ними ссора. Значит, у этих работники, у этих работники Лота пастухи, Авраама пастухи, и они начинают, начинают они между собой спорить и бороться, и так далее. И сказал тогда Авраам Лоту. Авраам же, главное для него было служить Всевышнему, а служить Всевышнему, это всячить избегать споров, конфликтов и так далее. И он, значит, чтобы избежать конфликта, он говорит Лоту, пожалуйста, говорит, вот пусть не будет раздора между мной и тобой. Прямо вот он, пожалуйста, говорит. Да, это очень важное качество, что одно из имен Всевышнего – шалом. И тот, кто стремится к Всевышнему, он стремится к шалому, к миру. И Авраам Авину, вот он говорит Лоту, пожалуйста, говорит, пусть не будет ссора между мной и тобой, и между пастухами моими и твоими, потому что братья мы, он говорит, братья мы. И после этого он говорит ему Лоту, смотри, вся земля перед тобой, давай разделимся, и если ты налево пойдешь, я пойду направо, если ты направо пойдешь, я пойду налево. Он говорит, чего нам спорить, да, вся земля перед нами, давай, чтобы не было спора. И тут вот интересная вещь, да, Ваеса Лот и Тейнав поднял Лот в свои глаза, и посмотрел он вокруг всю равнину Ярдена, увидел хорошее место оно, и, значит, увидел он то место, и выбрал Лот, написанное себе, какое место для жительства. Он поселился в городах под названием Сдом и Амора. Представляете, Сдом. А люди Сдома, говорит нам Тора, были очень злые и плохие люди, и грешники перед Богом, они были очень. Здесь Раша нам дает очень интересную вещь, когда он пишет, они грешники были перед Богом, что они знали, что есть Бог, они знали, что то, что они делают, называется грех, и они все равно это делали. То есть они были не просто грешники, а злоумышленники такие, да. Теперь, значит, но Лот поселился там. Почему он поселился там? Как вы думаете, почему? Потому что для него материальное было первее, чем духовное, и потому что, значит, он подумал, ну и что, что они плохие люди, ну и что, что они злые люди. Но там богатое место, богатый город, все хорошо, у меня есть деньги, вокруг богатые люди, такое очень, это было самое богатое место вот всей той окруде. Ну и что, что они злодеи, ничего страшного, значит, разберемся. И Лот поселился там. Значит, здесь мы видим, если глубже копнуть, если глубже копнуть, интересно, начинается сегодняшняя книжечка, вот сегодняшний день, хитас, начинается с такого короткого отрывочка, и нам будет чуть-чуть понятна, вот, связь. Начинается так. Альтер Ребе, это основатель движения Хаббат, он похоронен в Гадичи, жил он около 250 лет назад. Альтер Ребе, он хотел благословить раби Якутиэля Леплера, богатством. То есть, он говорит, вот, у него был хасид этот раби Якутиэль, и он ему говорит, я хочу тебя благословить богатством. А тот ему говорит, а я не хочу, говорит, богатство, поскольку богатство будет требовать много хлопот, которые будут меня отвлекать от изучения Торы и занятий служением Богу. Теперь Ребе тогда говорит, ладно, я тебя благословлю долгожительством. А он ему говорит, но не теми мутными годами, когда есть глаза, но не видят, и есть уши, но не слышат. То есть, не видят божественности и не слышат божественности. Так сказал этот хасид. То есть, его главная была цель и мечта, чтобы у него была жизнь, в которой он видел бы божественность, слышал бы божественность и был присоединен вот к этому божественному свету. Это было для него главное. И он понимал, что богатство, оно ему помешает в этом. Теперь вот этот вот момент, мы видим, как бы, когда мы изучаем книгу Берешит, книга Берешит, это рассказы о жизни праведников. Из этих рассказов мы видим те схемы, те архетипы, те модели, которые заложены в человеческой природе как основа, корни, корни человеческой природы. Что мы видим? Ну, первое, мы видим, что родственники с самого начала Торы, они между собой вступали в конфликты. Всегда. Каин и Эвель вступали в конфликты. Каин, мало того, первый конфликт, первые сыновья, первого человека, которого бог создал, они, значит, убили, один убил другого. Представляете? Родственники вступают в конфликты. Дальше это продолжалось во всех поколениях. Единственное было отличие, когда братья не ссорились, это сыновья Юсефа, праведника Юсефа. И поэтому все еврейские мужчины, отцы на шаббат, каждый шаббат, благословляют детей своих сыновей, чтобы тебя Бог сделал как Ифраем и как Минаше. Именно поэтому идет благословение, чтобы братья не ссорились. Потому что во всей книге Берешит единственный случай, когда братья не ссорились и не было у них конфликта, это сыновья Юсефа. Значит, поэтому благословляют, чтобы ты был как Ифраем и как Минаше. Теперь дальше. Это мы видим. И мы видим также, что Лот и Авраам, которые были, они не были братья, они были дядей и племянник, но они поссорились. Второе, из-за чего они поссорились? С чем была у них причина вот этой ссоры? Причина ссоры, многие думают, что когда появляется больше денег, появляется больше свободы и меньше ссор, меньше конфликтов. Но мы видим из вот этой вот прямо книга Берешит, мы видим, что идет с точностью все наоборот. То есть, как только появляется много имущества, марбени хасим, умножаешь имущество, умножаешь заботу. Очень интересно, что у меня есть один хороший знакомый человек, он когда-то у меня учился, и в свое время мне было интересно собрать, что говорится в Торе, в Талмуде, про деньги, про богатство. И мы начали собирать вот эти все, все начали собирать советы и так далее. Кстати, я сейчас как раз закончил выбирать из книги Мишли отдельно все, что царь Соломон говорил про деньги, про богатство. Очень интересно. В общем, этот парень, он очень сильно разбогател. Он после того, как это все узнал, он сильно разбогател. И буквально недавно, несколько месяцев назад, я звоню, мы с ним разговаривали, он живет в Канаде, как дела? Он говорит, ты знаешь, с одной стороны, очень хорошо, то есть он разбогател очень сильно. С другой стороны, у него сейчас три суда одновременно идут с клиентами, с партнерами, с сотрудниками, которые у него работали и так далее. То есть, вчера только у меня было интервью с Григорием Аветовым в Инстаграме, он создатель огромного образовательного проекта, тоже он говорит, очень-очень много проблем, то есть он все время, это война суды. Вот мы видим, нам не надо пробовать, тестировать, вот в Торе написано, что как только они разбогатели, много имущества, возникает конфликт. Дальше, что мы еще отсюда видим? Дальше мы видим, что лот, который, для которого, для Авраама имущество, это было средство служить Всевышнему, то есть ему, в принципе, вот то богатство, которое ему дал Бог, ему было нужно только для одной цели, для того, чтобы прославляя имя Всевышнего, служить Всевышнему, чтобы его слова были услышаны. Лот по своему выбору, по своему выбору, он выбрал, где жить, он выбрал самое плохое место, в конце концов, он потерял все и практически потерял жизнь, то есть его спас только Авраам, иначе бы он потерял жизнь в том месте, где он поселился. Кстати, интересно, что в начале, во время войны, его угнали, и Авраам его спас оттуда, а потом, потом он все равно, все равно он остался в этом вздоме, и Всевышний уничтожил вздом, хотя Лот и спасся, но он спасся только он и две его дочери, все остальное он потерял. Значит, это то, что можно понять из сегодняшнего отрывка про Авраама и про Лота, это такие выводы, которые лично я для себя сделал. Люди с дома злые, грешны очень перед Господом, значит, это Раша говорит, не помешало это Лоту поселиться там и жить с ними. Отсюда наши мудрецы выводят, а имени, имени нечестивых гнить в притчах написано, значит, злые, порочные, ну, в общем, все у них было плохо. Посмотрим дальше, посмотрим, что было дальше с Лотом, очень интересно развивается эта тема. Теперь Таня сегодняшняя, она очень глубоко уходит в размышления, в размышления о том, ведь есть две части Торы, то есть здесь уже несколько дней Альтер Ребе, который создал книгу Таня, написал, он углубляется в вопрос из книги Зоар, из книги Зоар, там одно место, которое ему лично, оно не очень мешает, как там написано. Я не буду в это все вдаваться, единственное, что сегодня мы можем отсюда узнать, что есть две части Торы, и он доказывает, что обе части Торы называются и древо жизни, и древо познания добра и зла. То есть, помните, было в раю древо познания добра и зла, и древо жизни. Так он говорит, что есть такое определение, что открытая часть Торы, то есть то, что мы изучаем, это называется открытая часть Торы, которая определяет, что такое добро, что такое зло, что можно, что нельзя, где заповедь, где запрет. Открытая часть Торы, это дерево познания добра и зла, а скрытая часть Торы, это кабала, хасидут, это то, что говорится про душу, это древо жизни. То есть, он говорит, что это одно и то же, нельзя разделять. Вот то, что он доказывает, что невозможно, невозможно изучать глубокие вещи и говорить, я люблю Бога, при этом делая здесь Есть те вещи, которые Бог запретил делать. Он говорит, что и эти две части Тора, это как одно целое. Это то, что он доказывает в уже несколько дней. Поэтому мы не будем туда углубляться. Мы ему верим, потому что это альтер-реб, почему нам ему не верить. Поэтому, значит, мы изучаем открытую Тору. Чуть-чуть изучаем что-то про душу, про глубокие какие-то вещи. Но знаем, что это не единственная возможная система, по которой живут люди. К сожалению, есть люди, которые живут в других системах. Системах координаций, системах ценностей. Есть люди, которые живут по понятиям, блатные понятия. Есть люди, которые живут по марксистам, коммунистам, по заветам Маркса. Есть марксисты, есть по понятиям. Есть люди, которые думают, а как я буду жить вообще по понятиям, которые придумали люди в тюрьмах для тюрем, или как я буду жить по заветам Маркса, который сам этот Маркс вообще был непонятно кто, а по его заветам убили, я видел такую цифру, что марксисты, ленинисты и все их последователи, если взять и Китай, и там Северную Корею и так далее, то в общем убили марксисты и ленинисты, которые идеологически были последователями Маркса, они убили 200 миллионов человек, 200 миллионов человек это жертвы вот этих всех коммунистических режимов, которые считали, что они были материалисты, которые считали, что цель оправдывает средства и для того, чтобы какой-то части народа было лучше, можно другую часть народа спокойно убить. То есть понятное дело, что эти системы координат, они во-первых выдуманные, во-вторых ясно кем они выдуманы, ясно к каким результатам они приводят. Есть Тора, это то, что дал Всевышний через пророков и которое отдает вечность еврейскому народу, уже мы видим работает, 3333 года назад была дана Тора, и мы видим, как еврейский народ пройдя через эти 3000 лет, вот так вот вообще через такие сложности, 2000 лет живя без своей земли, через 2000 лет Бог возвращает именно в Израиль на то же место, с тем же языком, с той же идеологией, с той же Торой, и появляется опять в Израиле, появляется Израиль, за 70 лет расцветает, и мы видим, что я вчера, кстати, я одну вещь, вчера на уроке сказал вначале, и не договорил ее, я сказал, что я прочитал о том, что сейчас сбылось одно из пророчеств, которое показывает, говорит о времени перед приходом Машеха, и в одной из книг пророков написано, что во времена, когда придет Машех, то есть когда вся земля наполнится знанием, столетний будет умирать молодым, написано, столетний будет умирать молодым, мы видим сейчас, что продолжительность жизни выросла, и на сегодняшний день есть очень много столетних уже, да, столетних, которые чувствуют себя как молодые, то есть они выглядят достаточно молодо и так далее, пофидисты, вот Гарри говорит, тоже система, пофидисты это те, которые все системы назвали пофигу, а, ну а как же они живут, пофидисты они подбирают себе по ситуации, системы по ситуации, это называется пофидисты, они все системы сказали, все системы пофигу, я расскажу напоследок анекдот про пофидистов, И вот этот пофидист, главный пофидист, ему задает интервью, а вам деньги пофигу? Он говорит, вообще капитализм пофигу полностью. А вам Слава пофигу? Он говорит, Слава вообще пофигу. Его спрашивают, а там какая еще ценность? Успех пофигу? Пофигу. Спрашивают, нет, последний был вопрос, а деньги пофигу? Он говорит, деньги не пофигу. Ему говорят, а какой же вы пофидисты? Вы же говорили, что вам все пофигу. Он говорит, а мне пофигу, что ты про меня думаешь, я такой пофигист, которому все... То есть есть система, когда ты без системы, когда ты рушишь все, но в итоге ты остаешься ни с чем, поэтому Тора это древо жизни и древо познания добра и зла, которое дал Бог. Все, всем удачи, успехов, чтобы было... И надо помнить, надо помнить, что все вот эти пофигисты и так далее должны помнить, что рано или поздно наступает момент, когда мы все уходим из этого мира и никто, ни один человек не доказал, что мы исчезаем. Такого доказательства нет ни у кого, поэтому, поэтому, а раз нет ни у кого доказательства, что человек исчезает, значит есть возможность, что душа уходит из этого мира. И вот сейчас этот урок «Духовная сила» идет к Ефиму Бен Авруму, папе Борислава Березы, который делает добрые дела и который дает силу этими делами душе своего папы. И вот тут как раз все те, которые насмехались над Торой, над духовностью, они там, конечно, будут потом очень сильно об этом жалеть, очень сильно будут об этом жалеть, что они жили здесь вот в своей вот этой вот пустой системе без связи со Всевышним. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, всем пока.